Партнер программы «Позитив» – магазин «Железяка», улица Краснореченская, 149, телефон 725-555. Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами! Смотри программу Марины Ли «Позитив». Женщина-королева парковки. Она никого не пилит, никого не подрезает, но проблем на дороге хватает. Как со стороны водителей мужчин, так и со стороны самой машины. Какими советами руководствуется слабый пол, чтобы за рулем чувствовать себя уверенно. Об этом и не только в программе «Позитив». Я заметила, если впереди едет машина, плавно и аккуратно зажимая то левый ряд, то правый, а потом собирается от всех сторон режущий слух спич, то можно с уверенностью сказать, что за рулем женщина. Только ей, королеве парковки, свойственно ездить плавно и криво во всех смыслах этого слова. Чего греха таить? Мы настолько уверены в себе, что можем одновременно есть мороженое, разговаривать по телефону, а другой рукой поглаживать своего любимого пса. Мужчинам сие не подвластно. Они просто боятся это делать. Но как бы то ни было, и те, и другие встречаются с разного рода проблемами на дорогах. Ну, трудностей довольно-таки много. Начиная от элементарного замены колеса и замены предохранителя, если вдруг машина не заводится, проверки предохранительные, до элементарного уважения на дороге. Если, например, машина полетела на дороге ни с того ни с сего, вот автозапчасть какая-то нужна срочно, что вы делаете? Для начала я пытаюсь разобраться, почему и что, и как. А неопытным, которые только вышли на дорогу, первый мой совет, это если есть знакомые механики, если есть телефонные звонки эвакуаторов, автосервисы. Один вопрос про женщину за рулем. Здравствуйте, как здорово, у нас просто тема такая, женщину за рулем. С какими трудностями она встречается, когда садится за руль авто? Знаете, у меня пока не возникало никаких еще трудностей. Добрый час. А еще один момент. Вот если автозапчасть какая-то полетела, что вы делаете? Звоню знакомым мужчинам, мужу, папе, которые помогают мне справиться. А когда рядом нет ни папы, ни друга механика, ни мужа, что делать? Риторический вопрос. И подобных ситуаций на дороге очень много. Остается только удивляться. Неужели женщина, садясь за руль своей машины, не понимает, что такой в кавычках водитель опасен не только для самого себя, но и для других участников движения? Нет, есть, конечно, исключение из правил, когда женщина любит свою железяку на генетическом уровне. Но их так мало. Ну, вообще, сама я, конечно, водитель. Старше у меня 10 лет. Мереть со свой автомобиль. Езжу постоянно. Утром, как и все автолюбители, стою в пробках, добираясь до работы. А 10 лет – это большой опыт достаточно. Вот вам не боязно было садиться за руль, зная, что столько автозапчастей, разбираться в этом во всем? Или вот какой-то есть маленький секрет? Поначалу было, конечно, боязно, но так как у меня был всегда с детства интерес к автомобилям, к их устройству, то есть, ну, сначала купила себе автомобиль, а уже потом начала потихоньку разбираться, что же у меня, где что подтекает, там, допустим, что-то где-то поскрипывает, там, зашумел ремень, уже сразу – ага, значит, вот это вот оно. Женщин, как более утонченных и художественных натур, чаще всего привлекают не технические характеристики машины, а ее внешний вид. Не важно, что под капотом, главное, что она красивая и по цвету подходит к ее босоножкам. Что тут поделаешь, таковы мы женщины. И будущие трудности, как то ремонт автомобиля, нас не особо волнует, а зря. Я думаю, что при ремонте автомобиля все-таки очень важно покупать качественные запчасти, для того, чтобы просто второй раз не платить за эту же работу. И некачественная деталь может наделать еще больше проблем, чем у нас была до того. Как бы то ни было, женщина за рулем вовсе не диагноз и не зло, которого нужно остерегаться. Да, им присущи вечные проблемы с парковкой, топографический кретинизм, но у женщин есть много таких качеств, которым не мешало бы поучиться и мужчинам. Например, аккуратность, прилежность и желание развиваться. Получается, вот здесь ставится сальник, да? Да. Вот здесь получается, вот здесь прокладка. Ремень, ролики, сальники, прокладка масляного насоса – столько новых терминов. Все и не запомнить. Хорошо, когда рядом опытные специалисты и профессионалы своего дела, которые помогут вам и вашей машине в любую трудную минуту. И даже научат, как пользоваться интернет-магазином. Допустим, если вы знаете код детали, обратитесь в другой магазин, там этой детали оказалось в наличии. То есть вы зашли на сайт, ввели этот код, и вам выскочила необходимая именно запчасть. Интернет – великое дело, и продвинулся он достаточно далеко. Только, к сожалению, не все ему доверяют. Вы слышали об услугах интернет-магазина? Вот заходишь в интернет, закидываешь заявку. Я слышал, у самого дома интернет есть, но я им не пользуюсь. Почему? А, знаете, не то, что сложно, я знаю, что сейчас идет. И воровство, и обманы, поэтому я пока не ориентируюсь на эти магазины. Ну, не всегда получается, допустим, разобраться с интернет-магазином, как сделать заказ и как что. То, что интернет-магазины – это, да, допустим, плюс. Плюс в чем удобно, быстро, и доставка именно в конкретное место, куда вам надо. Это одно. Но, второе, есть, опять же, сомнения, что интернет-магазин – лицензированная запчасть по качеству запчастей. Потому что некоторых молодых водительниц обманывают именно в автосервисах, где ставят запчасти не надлежащего качества. У нас сейчас еще на Дальнем Востоке люди тяжело еще доходят до интернет-магазинов. Это, действительно, привычка. Хотя на Западе и в Европе это уже вообще нормально. Люди вообще не выходят из дома. Они садятся перед компьютером и спокойно делают заказ, и им приносят все на дом и привозят. Если вы все же решили сделать покупку в интернет-магазине, неважно, автозапчасти это или книги, DVD-диски или кожаная куртка – обращайте внимание на контактные данные продавца. Это первый очень важный совет. Если из координат на сайте указана только электронная почта, номер ICQ и телефон, который чаще всего является мобильным, стоит насторожиться. Крупные дорогостоящие покупки лучше всего делать в тех интернет-магазинах, где указан не только электронный адрес, но и оффлайновый, то есть обычный. А это уже совет номер два. Например, Марин, тебе нужен масляный фильтр. Мы его выбираем, и вот смотрим. Вот это вот и есть наш масляный фильтр. Ну, по картинке, скажем говоря, не такой яркий. Хотелось бы, конечно, его в 3D-изображении увидеть. Ну, пока таких вот масляных. Но этого тебе... Ну, было бы здорово, правда? Тебе этого достаточно, да, чтобы открыть его, посмотреть номер. Заходим опять в интернет-магазин. Копируем. Вставляем его. То есть проще простого. Поиск. И нажимаем поиск. Заказ мы отправили в корзину. Он там уже лежит, ждет, дожидается своего звездного часа. Далейший путь. Как товар до меня дойдет. Ты обязательно указываешь свое имя, свой номер телефона. И еще можно указать свой e-mail. Если раньше женщина за рулем была в диковинку, то сейчас она наверстывает упущенное. Еще немного, и королев парковки будет намного больше, чем мужчин. С этим стоит смириться. И посмотреть на ситуацию с позитивной точки зрения. Спешишь на свадьбу, на банкет? Или горит уже обед? Тогда немедля позвони в свое любимое такси. Зеленый свет 2077-20. Субтитры сделал DimaTorzok